Как минимум 202 пациента ушло из больницы зашитыми просроченными шовными материалами. Как минимум 202 пациента. Они ушли, и что с ними случилось, никто не знает. А многие не ушли. А что с ними случилось? Увезли. Куда? Ну, летальные исходы тоже были. А кто констатировал? Так если в списке установлены 202 человека, их сейчас всех надо пофамильно проверять. То есть, я так понял, административку они даже не возбудили? Они протокол по административке не совершили. Они даже, то есть, вот эти 202 пациента, зашитые просрочкой, они ушли бесплатно. За это никто не заплатил. Ни копейки. Ни секунды срока. Ничем. Ни ответственностью, ни должностью. Вообще ничем. Никто не наказан. Никак. Ничем. Ни за что. Как-то затягивается кота за хвост. Можно было уже давно везде жалобы отдавать и понаписать. Шустову и всем подряд. А кто такой Шустов? Ну, это начальник следственного управления МВД. Они же мне этого пацана выкинули за решетку. Пахилька. Чего-чего? Какой пацан? Ну, который составлял постановление. Следователь, типа. И это... Они мне его выкинули, а все по нормам. Я ему давай вопросы задавать. Они же отправились в прокуратуру на доследование. Как правильно сказать? Дорасследование. Как правильно? По закону. Новое. Нет. Они отправили для того, чтобы дорасследовать это дело. Я тебе так скажу. Вот ту карусель, которую они тебе включили. Во-первых, мне непонятно, почему твое сообщение о совершенном преступлении гуляло где-то полгода. Ты даты смотрела? Конечно. Оно гуляет. В МВД чуть ли не плачет. Говорит, мы ничего не можем сделать. Прокурор рубит концы. Во-первых, я не согласна с этим постановлением. Однозначно, точно. Ты читала вот это? Конечно, я все прочитаю. Ну, и как? Сейчас будем... Филькина грамота. Особенно в конце. Я тебе говорю, просто у меня таких постановлений хреновая туча. Штук 40, наверное, было. Вот я беру конкретно одно из них. Вот последнее что-то там было, не помню. Что-то было, не помню. По Инстасамке, по-моему, да. На концерт Инстасамке это... Это что за Инстасамка? Не знаешь, что? Нет. Хотела приехать в город Сургут Инстасамка. Ну, слышала эти новомодные исполнители? Типа там Моргенштерн. Ну, Моргенштерн нас слышала. Ну, а вот Инстасамка, она, короче, микрофон в рот пихает. Извращенка. Чуть ли не сексом на сцене занимается. И это все для малолеток. Понимаешь? Ну, видишь, я не слежу за этими новостями. Вот. И, получается, мы собрали общественность и сказали, все, хватит. Вот, я тебе что хотел сказать, Патрикеев, про становление. Они сейчас включили карусель. Вот эту херню тебе выкатили, потому что ты подняла шумиху. А так, по идее, тебе должны были через три дня, после того, как ты подала сообщение о совершенном преступлении, через три дня тебе должны были это постановление уже выкатить. Они вместо этого продлили еще на 10 дней, уведомление тебе не прислали, потом продлили еще на 20 дней до 30 дней, уведомление тебе не прислали и само постановление тебе не прислали. И вот только сейчас тебе его прислали. Я его забрала, у них выдрала в ментовке. Ну, а прошло-то полгода. Нет, это постановление-то нет. Оно пришло от прокурора в очередной раз в ОМВД. Ты же читай, какого числа оно к ним пришло. Оно к ним пришло. Сейчас я тебе скажу, когда. Я вот в первом абзаце. В конце марта оно к ним пришло. Подожди. Я тебе хочу что донести. Подожди. Давай твоего постановления потом. Я тебе хочу сказать, что у меня была такая штука и многократно. То есть, что они делают? Я пишу сообщение о совершенном преступлении. Чуть ли не узнаешь, там, вот там человека убили. Пишу, они через 3 дня присылают уведомление. Ваше обращение принято, к рассмотрению будет данный ответ через месяц. Согласно закону 59. Я даже таких постановлений не получала. Я говорю, какой закон 59? Это не постановление, это просто уведомление. Я говорю, какой закон 59 ФЗ, если я написал сообщение о совершенном преступлении в рамках уголовно-процессуального кодекса? А вы мне пытаетесь, сейчас отвечаете, что это, во-первых, видно сразу, что вы не усмотрели там признаков совершенного преступления. То есть, они вообще учет преступлений прячут. Ты им говоришь, там человека убили. Они говорят, мы вас услышали, мы вам через месяц ответим, какая у нас тут погода. Капец. И все мои сообщения о совершенных преступлениях, они переводили в этот, в разряд 59 ФЗ, в простых обращений. Но потом я научился обжаловать эти отписки первичные и заставлять их проводить уголовно-процессуальную проверку через прокуратуру. Они их обязывают. Те через месяц, опять все сроки продлевают, ни одно уведомление не присылают, присылают в конце, через месяц постановление об отказе, возбуждении уголовного дела. Я его, соответственно, тоже научился обжаловать через УПК, жалобу статьи 124 УПК. Я обжалую. Прокурор мне через три дня присылает ответ на мою жалобу, что ваша жалоба не может быть удовлетворена, так как прокурор уже отменил это постановление и отправил его на доследование в МВД. Так то же самое и следствия нам сейчас происходит. Слушай внимательно. Проходит месяц, присылает мне точно такое же постановление об отказе, возбуждении уголовного дела, один в один, ксерокопия абсолютно. Я опять прокурору. Через три дня мне опять прокурор говорит, да, действительно, постановление не соответствует закону, но оно было ранее отменено. Поэтому реагировать на ваши жалобы не представляется возможным. И материалы отправлены опять в МВД. И, короче, эта карусель, я проходил эту карусель до шести раз. Ужас. Дальше я понял, что смысла нету. Полгода они меня так муружили. Шесть раз. Ну, вот полгода. Восьмой месяц пошел. У меня то же самое. Но просто у меня в МВД, я тебе сейчас скажу, в МВД у меня за весь период ушло два раза, потому что я же их прессовала, ходила туда непрерывно. Я же сама приходила, я не писала. Я приходила, заходила и спрашивала. Понимаешь, что? Так же, как и с Ермолаевым было. Они сегодня мне отменили, отказали в возбуждении уголовного дела. А внизу они пишут, что Ермолаев отменил это постановление, и он отправил его на дорасследование. Вот они, это называется, включили шарманку на их языке. И они вот эту шарманку крутят до тех пор, пока ты не устанешь от этой минуты. А я не устану. Так, что надо делать? Насколько тебе хватит? Что надо делать? Насколько три года. Нет. Ну, Антон, подожди. До вот этого постановления у меня все как одна отписка, что не было просроченного шовного материала. Подожди, я тебе хочу сказать очень важную мысль. Ты опять уходишь. Да, не договорись. Так вот, вот эту шарманку можно разбить одним методом. Это подать, как только ты получаешь вот такое постановление об отказе от возбуждения уголовного дела, вот этот пацан к тебе вышел, его по сути подставили конкретно. Да. Потому, что сейчас вся ответственность на него ляжет. Что делать нужно в таком случае? В прокуратуру смысла жаловаться? Я не вижу, потому что будет включена шарманка однозначно. И через это невозможно будет привлечь к ответственности. Потому, что все по закону. Прокурор посмотрел, сказал, все по закону, все соответственно закону, ждите еще месяц, пока не вынесут на это, заново не проверят. Вот. А чтобы разбить этот круг, нескончаемый, замкнутый, нужно пойти в суд и обжаловать данное постановление не через жалобу прокурору, а через суд, то есть 125 УПК РФ. Что происходит в суде? Мы будем требовать признать действия данного дознавателя со стороны УМВД незаконными. И то, что он вынес незаведование, незаконное постановление. Потому, что я его почитал, я уже вижу все признаки, что оно не соответствует закону. А любые документы, не соответствующие закону, они не имеют юридической силы. То есть, я вижу признаки халатности, превышения должностных полномочий. Я вижу, что он пытался изменить законы. Об этом ты говоришь? Ну, это адвокат мне пишет, что надо пойти в суд, не в прокуратуру с этим заявлением, а в том, о чем ты мне сейчас говоришь. Ну, то есть, она же понимает, видимо. Ну, то есть, я имею в виду, что вы обговорите об одном и том же. Я-то хотела в прокуратуру на них подать, на их вот эту халатность. Она говорит, нет. Ну, да, вот, то есть, смотри, я сейчас договорю до этого момента, ты просто не даешь мне договорить. Я выстраиваю логическую цепочку, иду постепенно. Ты перескочила. Так, все, простите, Ваше Величество. Я же не только для тебя говорю, это для всех. Вот, соответственно, нужно подать в суд, признать незаконными действия вот этого полицейского. То есть, он может стрелять по полной программе, потому что вся вина на него ляжет. И за тягиванием сроков, и по вынесению незаконного постановления, и за бездействие, потому что там по этому постановлению видно, что там идет, и он интерпретирует свою пользу закон, это превышение должностных полномочий, все признаки. Ну, что я вот так вот на первый взгляд заметил, да. Я вот простой человек, блогер, да, с образованием инженер-физик, я и то вижу вот эти все признаки, а прокурор не видит. А начальник ОМВД, кто там у нас сейчас? Шустин вроде фамилия. Ну, надо конкретно спросить. Ну, короче, никто ничего не видит. Ни начальники Следственного комитета, никто ничего не видит. А я почему-то вижу. И там, получается, 266-е превышение, халатность, и плюс еще там не указаны сроки обжалования. То есть, любая жалоба с одним только доводом, что не разъяснены порядок и сроки обжалования данного постановления, уже действует, дает все основания для отмены данного постановления. И досылки его на новое расследование. Плюс еще мы там, ну, сейчас будем разбирать, сколько это признаков. Так вот, если мы сейчас суд подадим по 125-ю ПК РФ, то мы сможем ознакомить, то есть, подтянуть материалы дела, материалы проверки полностью, и докопаться до каждого документа. Как он опросил, кого опросил. Почему там определенным образом документы оформлены не в пользу, скажем так, справедливости и следствия. То есть, там очень много подделок может быть. Фальсификации, служебных подлогов, там все может быть, все может всплыть. Поэтому они очень опасаются вот этого действия, когда подают в суд. Последний раз, когда я подал в суд на действия бездействия должностных лиц и требовал вернуть изъятые незаконные вещи из моей квартиры, через 7 часов мне выломали дверь в квартиру. Второй раз. Потому что, ну, от профессиональной вещи они искали труп. У них была цель уничтожить того человека, который подал иск. Нету человека, нету предмета иска. Правильно? Угу. Ничего у них не получилось. Вторая версия была, неадекватный мужчина бегал по подъезду. То есть, хотели опять из меня психо сделать. Так вот, в суде можно вызвать этого полицейского. Можно вызвать его начальника. То есть, дежурного второго отдела полиции, начальника второго отдела полиции. И вплоть до соответчика, в качестве соответчика начальника отдела, вообще всего МВД по городу Сургуту. Следственного управления. Это занимается следственное управление по МВД. Короче, как оно звучит? Следственное управление у МВД России по городу Сургуту. Вот их полное название. Ну, вот его в качестве соответчика можно привлечь тоже. То есть, потребовать третье лицо, привлечь как соответчика. И, соответственно, вызвать их как свидетелей. Как должностных лиц. И допрашивать их. Подать все ходатайства на аудио, на видеозапись. И включить прямой эфир. И в прямом эфире всех допросить. Ну, да, пускай ответят за свои. Под расписку задачу ложных показаний. Ну, мы так и планируем сделать. И то есть, ему в любом случае грозит какое-либо наказание. Либо дисциплинарка за служебный подлог. И вообще там явные признаки 286 статьи в Уголовном кодексе. Это превышение должностных полномочий. Он позволил себе интерпретировать закон в его пользу. В свою пользу. Я тебе сейчас покажу. У тебя глаза на лоб полезут. Это вообще недопустимо. У меня то же самое было. Кондрашов позволял себе заниматься законотворчеством. Это предыдущий начальник ОМВД по городу Сургут. Я об этом тоже писал. Снимал видео. Но все игнорят. Всем вообще без разницы. Никто ничего не видит. Никто ничего не слышит. Совершается. Я тебе так скажу. Я убедился, что на своем примере. Что в городе Сургут происходит ежедневно тысячи, может быть, даже сотни тысяч преступлений. А по факту регистрируется максимум 10. Вопрос. И большая часть из этих преступлений, по моему мнению, исходя из тех бумаг, которые я вижу, совершается должностными лицами, которые работают в ОМВД, прокуратуре и Следственном комитете. Ты представляешь, что творится? Я представляю, потому что я с этой каруселью сама столкнулась. Это просто беспредел. Я пришла за помощью, а мне теперь самой приходится от них, как говорится, остерегаться. Понимаешь? Потому что я не знаю, на что эти люди способны. И каждый второй в соцсетях мне пишет о том, что они способны на что угодно. Вплоть даже до убийства. Это как так? Это как? Мы пришли за защитой. И от этих защитников мы должны сами себя оберегать еще. Защищать сами себя. Грош ценаем тогда, как руководителям и как тем людям, которые занимаются должности. Я так считаю. Это мое личное мнение. А как ты можешь защититься от административного аппарата, который использует закон только в свою пользу для своей защиты, а при этом нарушает закон, чтобы избежать ответственности и при этом нарушает закон, чтобы устранить неугодных людей. И при этом они вооружены, у них есть автомобили, у них есть зарплаты, квартиры, у них есть все. А ты одна против них. Понимаешь, Антон, когда я вот начала вот в этом всем вариться так, да, грубо говоря, я хочу сказать даже следующее, что вот на моем пути встретились не только вот такие вот лица, да, должностные лица, которые совершают преступления, да, в период, когда они выполняют свои должностные обязанности. Но я еще столкнулась с теми людьми, да, служащими, когда они мне впрямую заявляют, вот прям вот так, в расстоянии одного метра, они заявляют мне о том, что у нас руки завязаны, мы не можем противостоять прокуратуре. Все решения принимает прокуратура. У нас, мы повязаны, мы бы рады помочь, да, мы понимаем, что происходит преступление, что это очевидное преступление, что кучу доказательств, кучу свидетелей, кучу можно всего раскопать и накопать, но мы сделать-то ничего не можем. Они сидят ли, чуть ли не плачут, да, глядя на меня, а сделать ничего не могут. У этих людей просто завязаны руки. Они боятся, я так подразумеваю, они боятся также за свои жизни тоже, и за свои семьи, и за свою работу. Вот что я хочу сказать. Я тебе поясняю схему. Значит, у нас следственные органы устроены следующим образом. Любое преступление рассматривается, поделено, ну, примерно пополам по последственности между ОМВД, то есть полицией и Следственным комитетом. Вот все уголовно совершаемые преступления в Уголовно-процессуальном кодексе, они через статью, по-моему, 51 по последственности, они разделяются, а прокуратура стоит над ними и совершает надзор. То есть она может отменить любое постановление, решение какие-то, даже вмешаться в следствие, либо доследование, то есть вынести какие-то надзорные, несет надзорные функции. Но сама прокуратура не может вынести ни постановление, ни там... Возбуждение уголовного дела, ничего. Они могут только усмотреть признаки и направить либо Следственный комитет по последственности, либо в МВД, в полицию. Так вот, самая главная ключевая фигура в городе Сургут – это прокурор города Сургут, который как бы не существует, у нас отдела по городу Сургут-то в выписке Игрюл вообще нету, а вышестоящий у нас в прокуратурах МАО, там выписка... Они есть в выписке Игрюл зарегистрированы, и получается в Сургутский отдел прокуратуры, это получается как простой отдел прокуратуры ХМАО здесь, в Сургуте. И получается, настоящий начальник во всем регионе ХМАО – это прокурор Хантамасийского автономного округа, Батвинкин. Вот, по сути, все, что происходит в ХМАО, за все это ответственно и вся вина за все происходящее, за весь беспредел ХМАО лежит именно на нем, не на губернаторе, не на мэрах, не на начальников полиции, а именно на прокуроре ХМАО. То есть, вот Батвинкин и в городе Сургут – это Балин, его непосредственно подчиненный, руководитель сургутским отделом прокуратуры. Вот, именно на них я подавал иск два с половиной года назад, я пытался их привлечь к ответственности, потому что у меня все произошло, все то же самое. У меня было написано сообщение о совершенных преступлениях высотой выше второго этажа. То есть, ты вот в начале пути, где я был два с половиной года назад. Против меня и моего окружения тоже происходил беспредел. У тебя вот, тебе, ну как, у тебя немного другая ситуация. У меня было все распределено на всех, и на меня в том числе. У меня там и дверь взламывали, там и психушку, еще что-то. Короче, такой фронт распределенный. А у тебя все сходится на травматологии. Тебе чуть полегче, но все равно мы видим, что схема абсолютно та же самая. Бумаги копятся, время идет, постановления те же самые, вертушка та же самая, карусель. Следы преступления в этот момент все очень активно утилизируются. Что самое обидное, когда если даже какой-то младший лейтенант смог, смог немножко копнуть и найти эту просрочку, в компьютерах перебивали дату. А если бы это началось на моменте моего первого заявления, они бы уже просто все понесли уголовную ответственность. И, скорее всего, они бы уже находились в местах лишения свободы. Я тебе больше скажу. Там объемы были огромные. Я тебе больше скажу. Даже основываясь вот на этом постановлении, я уже вижу, что там как минимум одного человека нужно привлечь по уголовной ответственности. И самого дознавателя, и того человека, который был опрошен. Через когда говорю, вот сейчас, подожди, доберемся. Я хочу завершить мысль. В общем, за все, что происходит в регионе. И вся вина лежит именно на прокуроре Хмава, Ботвинки. А так как у нас высшее должностное лицо, это у нас губернатор, но я до сих пор не понимаю, кто из них главнее. По идее, Ботвинкин может надзирать, прокурор Хмава может надзирать над губернатором. Или я ошибаюсь? Вот тут я не знаю. Я задала губернатору такой вопрос. По поводу прокуратуры. Она сказала, мы не можем оспаривать решение прокуратуры. Когда на мое очередное заявление по поводу департамента с прокуратуры Хмава, вопреки всему, мне пришел ответ на то, что несмотря на мои многочисленные заявления, обращения, жалобы, департамент здравоохранения не планировал и не проводил внеплановые проверки. После этого я губернатору задала вопрос. Как такое может быть? Кто кого обманул? Или, может быть, говорю, нас с вами обманули? Поясните мне, пожалуйста, на что мне последовал ответ? Я не могу отменять постановление прокурора Хмава. То есть, прокурор может выше губернатора, получается. В отношении их он тоже может возбуждать какие-то уголовные дела. Вот как мне понятно стало. Может, прокурор Хмава не может воздействовать на губернатора Хмава. Но генеральная прокуратура может и отменить постановление любые действия вот этого прокурора Хмава, потому что она на уровне выше. То есть, генеральная прокуратура. И, по идее, она же может провести проверку в отношении губернатора Хмава. Вот откуда у нас все ноги растут. Краснов, Ботвинкин, Комарова. Кстати, насколько я знаю, вот когда я был в психушке, мне было все интересно. А кто же главврача-то назначил? Как он вообще там сидит и как у него вообще совести хватает? Чернову? Нет. Чернова зам. Меня пугали Черновой в соцсетях. Она зам. Она меня, как говорится, отпускала. Посадила и отпускала, да? Да. Она говорит, мы вас выписываем. Я говорю, не выписывайте, а выпускаете. Она говорит, нет, выписываем. Я говорю, нет, вы меня не кололи, не пичкали, лечение не оказывали, а просто незаконно удерживали. Поэтому вы меня отпускаете. После этого она замолчала. Новиков Андрей Петрович, главврач психушки Сургутской. Я когда вышел оттуда по апелляционной жалобе, я решил выяснить, а кто же его назначил? Комарова? Губернатор Комарова? Я думаю, у вас то же самое творится. У вас бюджетное учреждение. Естественно. Точно такая же форма собственности, бюджетное муниципальное учреждение, как и у психушки. У вас, скорее всего, главврача тоже назначает Комарова. Я не знаю, насколько назначает губернатор, главврачей, но то, что губернатор тесно сотрудничает, неправильно сказать, взаимодействует с департаментом здравоохранения в Ханты-Мансийске. И когда в очередной раз я позвонила на телефон Добровольского, взяла телефон Бычкова Инга Юрьевна. Подожди, кто такой Добровольский? Добровольский – это директор департамента здравоохранения ХМАО. И я спросила, где находится Добровольский сейчас, она мне ответила, Добровольский не находится в своем кабинете в департаменте здравоохранения, он находится в, как она сказала, у губернатора ХМАО Югры. Кто там? Ну, то есть, там тесная взаимосвязь между ними. А самые ответственные, кто из-за этого, это даже не Комарова, это Кольцов, который курирует нашу медицину. Это заместитель губернатора ХМАО Югры. Вот она, цепочка вся. Что они очень тесно взаимодействуют, взаимосвязаны. Как сказать? Ну, по работе, наверное, взаимосвязаны. Но брат сваткум, понебрат, я не знаю, как правильно сказать. Ну, вот я только что был в мировом суде, в Сургутском, в так называемом суде, и на удивление и приставы, и секретари помогали мне. Я всегда делаю попытки установить отношения, но сегодня почти все мои попытки увенчались в успеху. Что этому случилось? Произошел прогресс. Я не знаю, что произошло, но одна из секретарей сидела с гипсом на руке. Я ее спросил, а что там, скользкие дороги? Ну, я так понял, что я не помню, как она ответила, но смысл в том, что шла, упала, поскользнулась, возможно, из-за гололеза что-то. Меня обратило внимание на гипс именно. Я говорю, а, кстати, где вы гипс-то делали? В травматологии, она говорит, да. Я говорю, а вы это... Ну, я говорю, тогда посмотрите на канале Сургутнадзор видео о том, как в травматологии более 20 лет используют просроченный медицинский шовный материал. И не только шовный, а вообще медицинский расходный материал. В том числе. Ну, я дал понять, что занимаюсь благим делом. И вы ее пользуетесь только в том числе. Она не нашла, что ответить. А что они ответят? А обычно меня, как тебе сказать, пытаются подтрунить, подиздеваться надо мной. Не дают стул, запрещают красная ручка писать, или зеленый, хотя это нигде не запрещено. Или не нумеруют страницы в деле. Сегодня впервые, вот я раз в 60 знакомился, 60 раз примерно знакомился с материалами дела, и где-то 20 раз из них дело не было пронумеровано вообще никак. Ни карандашом, ни ручкой. Я скажу. Я в прокуратуре знакомилась с делом. Там не было нумерации страниц. Я им написала претензию по этому поводу. Так вот, когда я сегодня попросил пронумеровать мне хотя бы карандашом дело, они пронумеровали. И шторы закрыли, жалюзи, чтобы меня не отсвечивало при фотографировании. В мировом суде? В мировом. И много-много-много чего ещё. Я уж всё озвучивать не буду. Ну, я не знаю, может система меняется судебная. С чем это? Нет, это связано с тем, что мы с тобой затронули тот вопрос, который я давно нащупывал, и который касается каждого, любого. Это вот неважно, прокурор ты там, супер-пупер-менеджер в какой-нибудь Газпроме, или работаешь дворником где-то в управляющей компании, или водителем, или таксистом. Неважно. Все мы ходим по улице, от машины до дома, как минимум. Понимаешь? И получается, любой может поскользнуться, упасть и оказаться в стоматологии. Любой. Это касается каждого. И когда народ вот это посмотрел, видео, 10 тысяч просмотров за неделю. Это много? Это много. А самое главное, комментариев мало. Да. Комментариев мало очень. Очень мало для 10 тысяч. Потому что все всё поняли, и сказать просто нечего. У меня есть видео 200 тысяч просмотров, а комментариев 230. Понимаешь? У меня есть это видео. Это называется «Не мой шок». То есть, народ осознал, что до меня не докопаешься, до тебя не докопаешься. Потому что факты все очевидны. А гнобить вот эти госорганы, они не могут, потому что они сами там работают. И вот отсюда «Не мой шок». И тем не менее, я что хочу сказать. Факты налицо, диски налицо, диски подлинные, свидетелей более 10. И тем не менее, спустя только 7 месяцев я добилась реальной просрочки. Когда при мне в подвале была найдена та же просрочка. При мне в составе комиссии независимых экспертов. Они спустя даже 7 месяцев не удосужились это все до конца утилизировать. Понимаешь, в чем дело? Тут же я звоню в МВД. Выезжайте, ребята. Нашли просрочку. Выезжайте на выемку. Он говорит, а я сейчас за городом. Если бы я знал, что сегодня будет комиссия, я бы выехал. Я говорю, так вы же мне сказали, что она будет сегодня. Посылайте кого-то. Так они и не выехали. Потом они мне начали заявлять, что выемка производится только в рамках уголовного дела. Так вы не хотите подтверждать эти факты? Вот они нашли. Вот она. Передо мной стоит огромная коробка этих игол. 8 рулонов огромных дренажей просроченных. Жгуты там и еще много всего прочего. Но они не удосужились даже приехать. Тебя ввели в заблуждение. Я тебе поясняю. Я несколько раз ходил на рейды по просрочке в магазинах. И в магазинах, я тебе так скажу, в основном очень много просрочки. Допустим, 2-3 тележки набирают. И вся эта просрочка делится на два типа. Первый – это простая просрочка. Это там административка грозит. И второй тип – это детская просрочка. Ты можешь найти элементарно одну конфетку детскую, которая квалифицирована как детское питание. Вот эти достаточно одной конфетки, чтобы привлечь директора магазина к уголовной ответственности. Что происходит? Вызывается следственная оперативная группа, либо участковые. Они приезжают, опечатывают, описывают, составляют протокол осмотра места происшествия. Иногда даже закрывают магазин, чтобы ничего не происходило. Имеет право дознаватель и следователь останавливать работу магазина. То есть, я тебе говорю, понимаешь? Понимаю, конечно. Остановить работу травмцентра они могут. Ничего не сделали. Я считаю, что это тоже нарушение. В проверке даже. В проверке. Да. Дальше смотри. Вот я говорю, как этот. По просрочке именно продуктовой. Они это все, всю эту просрочку опечатывают. То есть, в пакет, в коробке, скотчем, бумажку клеят. Описывают. И дальше это все помещается либо на ответственное хранение магазину, потому что у них есть разные продукты, скоропорщицы, морозильники и все остальное. Могут у них оставить. А могут забрать в отдел полиции и там у себя хранить. Тогда, если оставляют в магазине, то директор пишет расписку об ответственном хранении. Если полиция изымает, то они составляют протокол и просят поднятых составить, что товар в таком-то количестве, такой-то список был изъят. Вот у вас, в принципе, то же самое должно быть. По аналогии. Абсолютно. А то, что тебе всячески пытаются ввести в заблуждение, что изъятие происходит только в рамках уголовного дела, это еще один... И причем это заявляет их начальник следственного управления. Понимаете, в чем дело? Я-то сразу связалась с начальником. Он мне заявил, что все проверки и выемки, да, я на выемку их позвала. Хотя у нас было это заранее договорено с ними. Если они находят просрочку при мне, я сразу звоню, они выезжают на выемку и опечатку этого помещения, да? Они мне заявляют, что только в рамках уголовного дела. Опять ложь. Опять нарушение моих прав. Опять нарушение... Проверка прошла, я считаю, неполноценно. Что в неголословии, любой может зайти на... Ютуб-канал называется Клуб Патриот. В октябре 2021 года они совершали турне по стране. Они сами из Питера, из Москвы. Двое ребят. Они приезжали в Сургут и смежные регионы. Новосибирск, Хмау. И, в общем, они заехали в Пытьях и нашли в Пытьяхе, не помню, 3 или 4, или, может, даже 5 корзин. Не корзин, а вот эти тележки. То есть, огромное количество просрочки в одном перекрестке на такой маленький город, как Пытьях. Приехала следственная оперативная группа. Они на это все посмотрели. Осознали, что они сами в этом магазине покупают продукцию. Их дети, их жены, их семьи, их все родственники. Исследователь принял очень правильное решение. Он закрыл магазин как минимум на 3 часа. Это был прямой эфир. Так мы, в принципе, и познакомились. Они потом к нам приезжали. Клуб Патриот. Сюда, с другого. Так что, элементарный пример. На простой просрочке. Это не медикаменты, которые влияют на здоровье. Вот давай дальше пройдемся по протоколу. Я тебе покажу, что конкретно там. Как его имя в отчестве? Я не знаю. Андрей Сергеевич Похилько. Похилько. Так, читаем с самого начала. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Г.Сургут. Непонятно, что такое Г. Ну, ладно, это мелочи. Так, 7 апрель 2022 года. Так, дата указана, место есть. Так, следователь ОРП, ОП2 СУМВД России по городу Сургут, младший лейтенант юстиции Похилько. Как? Андрей Сергеевич? Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, надо фото его найти. Так, посмотрев, рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КОСП ОП номер 2 России по городу Сургут за номером с 13 580 от 11 октября аж 2021 года. Сейчас у нас что? Сейчас у нас... Когда он выдал постановление, оно было... Сейчас я скажу. 7 апреля 2022 года. Это он уже выдал мне его. Угу. Полгода. Больше. Почти 6 месяцев. Почему почти-то? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. А, ну да, извиняюсь. Почти, почти 6 месяцев. Где это все гуляло? Это первое постановление о подказе возбуждения уголовного дела? Пошел нам материал? Да. Первое? Да. По идее, их 6 штук уже должно быть. Как минимум. Первое. Как минимум. Они жалуются. Сотрудники ОМВД, участковые, они жалуются. Олеся Леонидовна, мы замучились. Мы увозим в прокуратуру, прокуратура привозит к нам. Мы на следующий день увозим в следственное управление ОМВД. Следственное управление ОМВД отправляет к участковому. Участковый вновь отвозит в прокуратуру. Также это дело было в следственном управлении города Сургута. Когда у нас девочка первая повесилась, возбудили уголовное дело по 110-й статье, часть первой. И моё дело изначально это было, изначально это было, его соединили с делом суицида. Вот оно там долго-долго мариновалось, мариновалось. Потом я начала отстаивать, чтобы выделили мой материал из уголовного дела по 110-й статье. И началось отдельное расследование. То есть это два разных дела вообще должно быть, по идее. А они мне начали объяснять в следственном управлении, в комитете в следственном, что мы же ищем связь между суицидами и просрочкой. Так а при чём здесь просрочкой? Мои-то заявления пришли гораздо позже, чем суициды случились. Они таким образом, я так подразумеваю, решили это всё завуалировать просто. Запутать меня. Я думаю, что это было сделано именно с этой целью. Потом моё дело ушло в прокуратуру, и вот эта карусель началась. Вот это самое, это вообще первое постановление, которое мне пришло за это время. Похилька следователю. Низкий поклон младшему лейтенанту. Он немножко копнул в травматологии, немножко, чуть-чуть, с краю и нашёл. Это уже какой-то подвиг. Зря ты ему поклон делал. Нет, но я утрирую, естественно. Вот с одной стороны, да, он хорошее дело сделал. Но я думаю, что это не он сделал, а это ему руководство приказало. Я тоже так думаю. А с другой стороны, сейчас увидишь, сколько он косяков допустил в этом постановлении. Его вот за эти косяки, за то, что он сделал с законом Российской Федерации, с Уголовным процессуальным кодексом, и за то, что он вот такое постановление вынес, вы вообще гнать метлой надо с ОМВД. Я так считаю. Не, ну, хотя бы меня как бы подогрело то, что, да, наверное, был дан приказ найти и зафиксировать, и дать это Игубановой, чтобы она уже успокоила, что да, мы нашли, мы зафиксировали факт просрочки, но да-ка там и не могло бы быть по-другому. Ну, видеодиски есть, да, свидетели есть. При допросе свидетелей опять были нарушения. Во-первых, не допрошены все свидетели. Когда допрашивались свидетели, не допрашивались, а опрашивались, объяснения не давали, как правильно сказать. Значит, те, которые, вопросы должны были звучать про просроченные шовные материалы, медицинские материалы, не звучали. Я была вынуждена написать на ХД Тайсов, на повторный вызов свидетелей. На каждом-каждом мгновении идет нарушение моих прав. И это делается для того, чтобы в очередной раз отказать в возбуждении уголовного дела. А я считаю, что это уголовная статья. Это не, как они мне описал, Пахилько описал, в связи с легкомысленностью старшей операционной медицинской сестры она допустила выдачу просроченного шовного материала. Что за легкомысленность? Это где, вот в этом постановлении? Да, это в этом постановлении. Давай, давай по нему пройдемся. Смотри, я тебе хочу сказать, что в соответствии со 151 статьей ОПК РФ, по последственности называется, это дело рассматривается ОМВД, то есть полицией, дознавателями. Они именно в рамках, по признакам 236, это нарушение санитарной, ну, короче, работы с медицинскими материалами. Это такое ОМВД рассматривает. То есть, дело могло гулять, вот эти материалы проверки могли гулять только между ОМВД и только прокуратурой. Следственный комитет к этому отношения не имеет. Соответственно, уже как минимум 6 постановлений должно быть об отказе в возбуждении уголовного дела. Либо одно постановление о возбуждении уголовного дела. А мы вот это постановление видим впервые за полгода. Но у меня есть еще постановление со Следственного комитета, когда они отменяют 238 статью, более тяжкую, и передают это дело в ОМВД по 236 статье. Юхневская следователь. А 238 это что? Надо посмотреть, я не помню. Включает в себя нарушение санитарно-эпидемиологических правил и наступление массового заболевания или отравления людей. 236 статья это. Подожди, не читай. Мы сейчас пройдемся по постановлению. Давай, ты же у меня спрашиваешь, я же тебе отвечаю. Я тебя спросил про 238. Ну, почитай, я не знаю. Нашел. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так это оно и есть? Вот оно, она изначально была. А почему не 236 перекладывается? Смотри, значит, 238 статья. Она, с этой статьей, этот материал мой лежал в Следственном комитете. Юхневская, когда я начала их требушить, чтобы мое дело выделили, материал мой выделили, через 30 дней дает мне три постановления. Значит, она отменяет статью 238, инкриминирует им статью 236, и с этим объяснением этот материал идет в УМВД. Да, надо расследование. Поступает этот материал в УМВД, я уже рассказывала, ходатайство, свидетели, диски, я все это приобщаю, все им рассказываю, даю объяснения там трехчасовые, пытаюсь до них достучаться. Они делают вид, что они этого не понимают, и они далеки от медицины. И то, что я им говорю, они не понимают, да, даже элементарные какие-то термины медицинские. Короче, мне пришлось много приложить к этому усилию. Через какой-то период времени они заявляют, знаете, Олеся Леонидовна, это не наша уголовная статья, мы можем только завести уголовное дело по 236 статье, а 238 это не наша статья, это статья Следственного комитета. Понимаете, какой футбол начинается опять в очередной раз? Я тебе поясню, почему футбол. Ты говорила, что просроченный материал применялся в том числе и к детям. Конечно, конечно. В огромных количествах. Дети были в возрасте до шести лет? Новорожденные были. С перинатального центра. Дневные, месячные дети. Вот теперь я тебе понимаю, поясняю, почему они из 238 переквалифицировали в более простую 236. Дети сказать ничего не могут, да? Читаю. Слушай, вот часть первая, да? Производство отпадает, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции и выполнения работы или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равна неправильномерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работы или услуг, требований безопасности. И то, и другое было, судя по тем материалам, которые у нас с тобой есть. Так, наказан за штрафом. В общем, срок до двух лет. Да. Тюремный срок до двух лет. Дальше читаем. Вторая часть. Пункт Б. Совершены в отношении товаров, работы и услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. То есть, это уже более... Так, 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 свободный срок. Тут уже до шести лет. Решение свободы до шести лет. Со штрафом. Ну, да. Они с более тяжкой статьей решили перекорифицировать в более такую легкую статью. Это 236. Потому, что 236, она инкриминирует... Ну, как бы, она проще. В наказании даже. Так они даже и 236 не возбудили. Потому, что они не видят там состава преступления. Как вы не видите состава преступления, если вы сами мне даете постановление, что вы зафиксировали факт просрочки? Смотри, какая лесенка выстраивается. 238. Слишком жестоко. Уходим на 236. Признаков нет, состава нет, события нет. Ну, по сути, они там это... В связи с отсутствием состава. То есть, состав не усмотрели, но при этом усмотрели признаки административного правонарушения. Признаки-то рассмотрели, узрили, обнаружили, зафиксировали. Но в отдельный материал административный не выделили. И административное дело не возбудили. Протокол об административной ответственности не составили. То есть, полный ноль. Ничего. За полгода есть только признаки административного правонарушения. Ни первой головки, ни второй головки, ни административки. Несмотря на то, что они сами же зафиксировали факт просроченного шелного материала. Сами. И нашли даты в перебивании. Перебивали даты в компьютерах. Пахилька сам нашел это. А вот теперь, самое главное, третья часть 238 статьи. Это третья часть, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. То есть, если бы были в ходе следствия найдены и обнаружены и установлены связи между смертью хотя бы двух людей и просрочкой, то это уже до 10 лет. А кто проверял эти факты? Никто. А я сейчас зачитаю один абзац этого постановления, да? Давай. Мне даже вот смешно. Субъективной стороной состава преступления характеризуются виной в форме неосторожности в виде легкомыслия, либо небережного отношения к массовому заболеванию или отравлению людей. Опрошенные сотрудники бюджетного учреждения Сургутской клинической травматологической больницы операционного блока номер один пояснили, что в настоящее время в операционном блоке номер один просроченные расходные материалы отсутствуют. Кроме того, все инструменты в операционном блоке номер один обрабатываются и стерилизуются согласно нормативным документам. Все делается правильно, дабы исключить массовое заражение граждан различными болезнями. Это что за бред? Так это только наступило с января месяца 2022 года. Что значит легкомысленность? Я абсолютно с этим не согласна. Не должно быть легкомысленных людей в медицине. Человек занимает более 30 лет эту должность и она оказывается в связи с легкомысленностью выдавала просроченный шовный материал. И она просто не думала о последствиях, об эпидемиологической обстановке и заболеваниях, которые могут наступить в результате использования просроченных медицинских материалов. Это что за бред? Ну здесь мне кажется даже ребенку будет понятно. Это просто набор слов каких-то или это объяснение? Вот для меня непонятно. Ты не обращаешь внимания на детали очень важные. Давай я тебе буду пояснять. Ну давай. У тебя сейчас волосы дыбом станут, если я тебе начну пояснять каждый абзац данного постановления. Ну давай. И то я оцени масштаб произошедшего, вот этого постановления, с учетом того, что у меня нет юридического образования, я этому никогда не обучался, у меня нет статуса адвоката, я вообще об этом ничего не соображаю и три года назад вообще понятия не имел, что это такое. Ну вот давай читать. Читаем. Так, первый абзац мы с тобой прочитали. Так, второй абзац. В ходе изучения материала, какого материала? Материала проверки или чего? Какого материала? Деревянного, квадратного, железного. Какого материала? Есть материалы проверки. В ходе изучения некого материала установлено, что в операционном блоке номер один боевого Сургутско-клиническо-тронологической больницы адрес не указан, обязаны указывать. Используется просроченный шовный материал, период не указан, с какого по какой, иные расходные материалы, о чем регулярно в своих обращениях и заявлениях сообщает операционная медицинская сестра Губанова. То есть, они, исходя из твоих сообщений, установили вот эти абзац. Это нормальная фраза, в основном все так пишут, когда хотят, допустим, пишут, ваше обращение о том-то, о том-то, поступило к нам, и вот о том-то, о том-то, это в основном твои фразы используют. Так, дальше читаем. Опрошенные. Так, ну, фамилии давай это. Не будем. По твоей просьбе не будем. Так, так, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек опрошенные. Пояснили. Замерь. Один абзац относится к восьми человекам. То есть, все восемь опрошенных пояснили одно и то же. Тебе не кажется это странным? Вот они поясняют, что они поясняют? Все восьмером, одновременно, хором. Они являются сотрудниками операционного блока номер один, БУСКТБ. Так. О наличии просроченных шовных материалов знали все. Кто все? Так как свободное от работы время, запятая, поговорить. А, говорить о находящихся... Я вот этот... Вот это мне тоже непонятно было. Это вот говорит о уровне грамотности и образования сотрудников отдела полиции. И в том числе начальников, которые утверждают данные постановления. Читаю еще раз. О наличии просроченных шовных материалов знали все, запятая. Так как свободное от работы время, запятая, говорить о находящихся в операционных залах шовных материалах, то есть, общим сроком годности, точка. Ты глагол можешь найти в этом предложении? Связующий глагол, я его не вижу вообще. Что означает это предложение? А мне кажется, это постановление ляпалось на ходу, потому что он мне пообещал, я ему пишу перед фактом, что я еду к вам, готовьтесь, я еду. И вот час нету, и через час он мне выносит это постановление. Такое ощущение, что это постановление написано на коленке, просто на ходу, понимаешь? Вообще, вот этот абзац, я его вижу намного шире, на странице 2 примерно. То есть, это должно быть опрошенная работница номер 1, скажем так, пояснила следующее, там расписывается, даются ее один в один на ее объяснение. И плюс еще все обстоятельства, которые там указаны, обстоятельства это любые действия и глаголы. Должно быть на каждое обстоятельство действия глагола, должно быть доказательство. Я здесь вот не вижу вообще. Вот, допустим, является сотрудником операционного блока номер 1. Обычно должно быть написано, что подтверждается, там, трудовым договором, там, выпиской из трудовой книжки и т.д. То есть, какие-то доказательства должны быть. Здесь мы этого вообще не видим. Но я тебе говорю, что это Филькина грамма. Поверил на слово. Всем восьмерым. Одно и то же сказали. Так, ну, давай дальше, а то мне уже это... О наличии просроченных шовных материалов знали все. Так, так, так. Ну, это предложение вообще нет смысла рассматривать, ничего не поймем. Это надо самого этого Андрея Сергеевича. Ну, мы спросим его в суде. Я думаю, что ему придется отвечать за каждый абзац своего постановления. Я, по крайней мере, намерена это сделать. Выдачу просроченных шовных материалов осуществлялась старшей медицинской сестрой. Выдачу осуществлялась. Так, фамилию не будем называть, но букву Н назовем. Так, некая Н медсестра медицинская. Старшая. Опять же, видишь, никаких доказательств. По идее, должно быть, что подтверждается, объяснение ТТП и ТТП. Ничего не доказано. Кстати, саму вот эту медицинскую сестру, если ты не заметил, ее не опрашивал никто. Нету ни одной фразы здесь во всем постановлении, что ее кто-либо... Я тебе постановление сейчас с прокуратуры покажу. Мне в один день пришло еще с прокуратуры постановление. Не постановление, а... Не постановление, оно сейчас... Пописание. Сейчас скажу. Они меня упрекнули даже в том, что я такая, рассекая на их устный запрос, не пришла к ним в прокуратуру и не дала им пояснения. Да с какой стати-то я должна к вам ходить вообще по вашему устному звонку в прокуратуру и давать какие-то пояснения. Все, что нужно было, я пояснила. Шесть месяцев назад. Не пришла? Шесть месяцев? Нет. Когда я собралась лететь в Москву, мне начали звонить активно с прокуратуры. И говорит, Олеся Леонидовна, придите, пожалуйста, нам надо срочно с вами поговорить. Я говорю, о чем мне с вами говорить? Говорю, вызывайте повестку. Они говорят, мы не имеем права вас повесткой вызвать. Я говорю, ну так я не пойду к вам. Зачем я буду вам время свое терять на вас? Я вам все уже сказала в своих заявлениях многочисленных. Мне добавить нечего, говорю. На будущее таких инициаторов нужно сразу на них писать сообщение о совершенном преступлении. Потому, что я усматриваю признаки совершенного преступления 286 УК РФ. Это превышение должностных полномочий. Не должны они... Помимо того, они мне это еще описали в своем ответе. Что я такая наглючка, не соизволила к ним прийти и не дать еще какие-то объяснения. Да с какой стати я вам должна ходить и какие-то объяснения давать? Вызывайте по повестке, как оно должно быть. Ну, с кем не перешли? Я вот считаю, что по устному звонку я не должна никуда бежать. Все, что надо было сказать, я сказала. В 200 тысяч заявлений на данный момент мною написано и обращений жалоб. Сколько? Почти что 200. Ты сказал тысяч? 200 штук тысяч, говорю. Штук. Ты меня пугаешь. Я думал, ты мой рекорд победил. Нет. Ну, просто я не думала, что это так масштабно. Уже для меня даже... Ну, для меня это масштабно. Так как я в первый раз... У меня больше 6 тысяч. 6... Ну, я не знаю. Если такими этими... 6 тысяч. Ужас. И ты до сих пор на свободе. Ни одного возбужденного было на дело. Ужас. Так, читаем дальше. Давай быстро пробежимся. Давай-давай. Так, период времени с 2019 по 2022 год между БУ СКТБ и поставщиками. Какими поставщиками? Не указано. Были заключены государственные контракты. Номера, даты не указаны. На покупку шовных материалов. Каких именно, тоже не указано. То есть, такой, знаешь, экспромция сочинительная. Как я съездил в Болгарию. Там было прекрасно, весело и хорошо. Примерно вот так он пишет. Государственные контракты были исполнены в полном объеме. Тоже ничего не сказано. Чем доказано, как доказано, с чего он взял, что в полном объеме. Кто это пояснил, откуда это он взял. В Болгарии было тепло, хорошо и приятно. Все поставленные медицинские шовные материалы были надлежащего качества. Тоже ничем не подтверждается. О чем свидетельствует регистрационный знак, предоставленный поставщиками? Что такое регистрационный знак? Ну, наверное, печать на коробке. Ну, а как еще? Или в каком-то документе? Это же госзакупки. Регистрационный знак свидетельствует. Я первый раз слышу, чтобы регистрационный знак... Сам за себя свидетельствовал, да? ...мог свидетельствовать. Ну, может быть, это воодушевленный какой-нибудь... Может, подтверждает. Ну, короче, уровень грамотности вообще зашкаливает в МВД. Это вот однозначно. Предоставленный поставщиками. Какими? ООН, ИНН, ГУРН. Ничего не указано. Ответственный за получение распределения между операционными залами и выдачу медицинских материалов. Кто ответственный? Фамилиями отчества это. Ничего не сказано. Належащего качества операционным медицинским сестрам для проведения дальнейшего хирургической операции является старшая медицинская сестра. А, вот ее указали. Так, на букву Н. О чем пояснили опрошенные сотрудники СКТБ в материале проверки? О, у материала появилось слово проверки. Отлично. Нашлось. Опять же, не указано, какие именно сотрудники опрошены. Кто именно? Пофамильно. Не указано. Что пояснили? Как пояснили? Где объяснение? Ни цитат, ничего нет. Так, дальше. Кроме того, работая по материалу проверки, отлично, слово укоренилось, нашлось, было установлено, что мониторинг расходных материалов находится в наличии в операционном блоке номер один. Что такое мониторинг расходных материалов? И как он может находиться в наличии? Не знаю. Не знаю. Приход-расход может быть? Так это еще не все. Читай, я потом поясню, Антон, о чем я заявляла. Мониторинг расходных материалов, находящихся в наличии в операционном блоке номер один, их срока годности и списание на пациента одного осуществляется в программном обеспечении, далее ПВО, аптека ИБИС. ИБИС. Интересное название. Это внесение изменений. А чем подтверждается, тоже не написано. Кто это это? Как это было установлено? Ну, а он мне, как объяснил, говорит, вносила ваша старшая сестра изменения дат жовного материала. Я сказала, покажите мне. У меня нету этих материалов дела. Они ушли в прокуратуру. Смотри, не написано, кем было установлено, когда установлено, что установлено. Нету ссылки на материалы дела. То есть, должен быть лист указан в материалах дела, что согласно акту обследования или акту проверки, либо показаниям кого-либо. То есть, ссылки вообще никакой нет. Это вот чисто фантазия. Я слетал в Болгарию, было весело, красиво, тепло. Так, внесение изменений в ПО, аптека и БИС осуществляется под именной учетной записи руководителя отделения. Ни фамилии, ни имени, ни отчества, ничего нет. Тоже непонятно. Кто такой, кто ответственный? Чем установлена эта ответственность? Как установлена? Кем утверждена? Так, осуществление входа под учетной записью руководителя отделения третьими лицами и передача права осуществлять вход под своей учетной записи третьими лицам запрещена. Ну и что, что запрещено? Ну, если в туалет запретить, это не значит, что все начнут это в штаны. Так, ну, смысл в том, что никаких доказательств не приводится. И вот эта фраза запрещена, это тоже вообще ни о чем. Так, осмотрев предоставленные скрины из ПАУ-аптека и БИС, то есть скрины были, а скрины должны быть заверены обязательно нотариусом, чтобы они были в качестве вещественного доказательства, либо составлен акт, о чем тут тоже нет никакой ссылки. Был ли акт составлен? Я боюсь, что эти скрины сейчас ушли в прокуратуру, и они потеряются. Я вот этого боюсь. А это доказательство, и весомое доказательство. Ну, вот поэтому, что у тебя с ознакомлением с материалами и делами? Я написала заявление до восстановления. Подожди, когда впервые ты написал заявление на ознакомление с материалами и делами? 7-го, сейчас скажу тебе. По-моему, 5-го февраля у тебя там дата была. Нет, когда мы, сейчас я тебе скажу. Вечером же я прям в этот же вечер написала. Мне кажется, 7-го это было. 7-го апреля. В феврале? Апреля. Я видел в феврале, ты писала. Да я миллион раз писала. Я вот этим, с материалами вот этой проверки, я писала, прям вечером поехала и написала. 7-го апреля, по-моему. А теперь они тебе что говорят? А теперь они тебе что говорят? Они, я говорю, во-первых, я приехала, значит, за этим постановлением 8-го апреля. Они говорят, я говорю, где? Я говорю, я написала вам заявление, что я хочу ознакомиться с материалами дела. Он говорит, а я не видела вашего заявления. Я говорю, в смысле? Ну, а мне его никто не дал. Я говорю, материалы где? Я говорю, в прокуратуре, в прокуратуре. А это кто тебе сказал? Пахилька. Ты заявление как подавала? Через дежурных. Тебе номер КСП? Конечно. Есть у меня эквитация, это и все есть. Надо было ему сразу в лоб номер КСП, это какое-то проверять по книге. Он сказал, у меня нет этого материала, он ушел в прокуратуру. Бестребусь в прокуратуру. Твои проблемы. Ну, вот так. Они очень... Вот в ходе этого доследования, расследования, были допущены такие ошибки. Не ошибки, а нежелание расследовать. Запомни, вот чтобы поймать его на этом слове, нужно сделать так. Вот он сказал, они ушли в прокуратуру. Или там, я не видел вашего заявления. Отлично. Теперь то же самое, только в письменном виде. Берешь ручку, бумагу и со своих же слов записываешь то, что ты только что сказал. Ставишь роспись, фамилия, имя, отчество, звание, должность, дату, время и заверяешь печать. Оформляешь исходящий номер в мою сторону. Давай, вперед. В письменном виде. Это мы уже упустили. Пускай отвечает в письменном виде. А вот это все на словах, это не котируется. Слова к делу не пришли. Аудио у меня есть записано, где он сказал, что я спалил вашу просрочку. Когда он меня вызвал на устную беседу, положил при мне скрины и говорит, я, Олеся, спалил вашу просрочку. Я спалил, как ваша старшая перебивала даты. Подожди, подожди. Поясни слово спалил. Что значит спалил? В твоем понимании, что это значит? Обнаружил? Обнаружил. Потому, что спалил в данном случае. Жег? Может звучать, как сжег и уничтожил вещественные доказательства. Ну, это дословно я тебе говорю. У меня вот аудиозапись есть. Ну, вот я тебе и говорю о втором смысле. А может, действительно спалил? Ну, спалил, нашел, я так поняла. Ну, ты меня не вводи в заблуждение. Это не я, это он вводит. Он использует термины, которые, в принципе, недопустимы в общении полицейского. С это, с гражданами. Это почти жаргон. Дословно. В следующий раз, что, по фене будет ботать или как? Дословно говорю. Спалил, это значит, вот буквально, слова русского языка возьми. Спалил, это сжег. А может, сжег, а может, он спрятал в суде преступления? А вот это хороший вопрос. Вот это правильный вопрос. Вот если бы он еще это письменно написал, было бы вообще шикарно. Вот, сейчас несколько уроков возьму и будем грамотней. Читаем дальше. Осмотрев предоставленные скрины ИСПО, Аптека, ИБИС, в ответ на запросы СБО и СКТБ было установлено, что в операционном блоке номер один старшая медсестра такая-то на букву Н осуществляла выдачу, а в дальнейшем кем установлено, как установлено, то есть акт должен быть, осмотр скриншотов, то есть ссылка на номер листа в деле, на материалы какие-то, да? То есть ты представляешь, что такое материалы проверки, нет? Когда я пришел в следственный комитет, мне выкатили 6 томов материалов проверки, то есть это вот такая стопка высотой примерно где-то до колена. Если вот ногу поставить на стол, то от подошвы до колена вот такая вот, это примерно сантиметров 50 высотой. Это еще в самом начале мы это... Я в прокуратуре знакомилась, 3 тома там было. И вот представь, ты приходишь, и тебе нужно найти, а где именно было вот эти скриншоты, и тебе придется вот эти 6 томов листать как минимум часов 6. Так, дальше, Антон, честно. Это делается специально, чтобы человек ничего не смог найти, обнаружить, и запутался, и потратил время впустую. Так, использование во время операции пациентам медицинских расходных материалов с истекшим сроком годности, а именно нить, второплан... Неправильное название, вторлан, по-лишне там. Вторплан. Вторлан. Такой нити не существует. Это о чем говорить? Что он даже не вчитывался? Да. Он переписывал, он не с упаковки название. Так, что-то тут цифры какие-то, накат по 10М, номер 5 такой-то. Так, 21.12.15 год. Срок годности, который указан 30 июля 2020 года. Была использована в период времени с 31.07.2020 по 15.09.2021 на 136 пациентах. Это как вообще? Вот я хочу спросить вот секретаря, которого я сегодня видел в мировом суде. А вы уверены, что вы не одна из этих пациентов? Так это малая доля. Это не все пациенты. У нас за месяц только по 400 пациентов по всем операционным. Она мне сама сказала, что она была в травматологии, ей гипс наложили на руку. Так это неверные сведения. Не 136 пациентов за этот год. А может быть, 1306? Нет, давай говорить о том, что мы видим именно в постановлении. Ну, вот. То, что нам подтвердил полицейский, поставив свою закорючку. Следователь. Так, 136 пациентов. Кроме того, нить вторплана. Вторван. Да. Так, перечеты 5-7 на категории по 10 метров. По 10-7 непонятно, что это такое. Так, номер партии 21-12-15, скорее всего, год, да? Да. Срок годности которой указан 30-07-2020. То есть, он даже срок годности не может указать правильно. Тут, по идее, должно быть слово «до». Да, выпущен он был в 15-м году, закончился он, срок его годности 7-го июля 2020 года. Кстати, эти нитки видно на видео. Я показываю, что вот они стоят на стеллажах, и у них продлен срок годности еще на полгода. Несмотря на то, что они просрочены были, посевы брались. Снимала видео уже 2-го октября 2021 года. Это уже год они были просрочены. То есть, получается, они вот эту всю просрочку уничтожали, уничтожали, уничтожали. Камазами вывозили, вывозили. И в итоге все равно вот это все осталось. Спалили в итоге. И все равно, смотри, была использована в период времени с 15 ноября 2020 года по 16 сентября 2021 года. На 55 пациентах. То есть, всего 191 пациент. Доказанный факт, подтвержденный полицией, что 191 пациент подвергся, можно сказать, медицинскому некому эксперименту по использованию просроченного медицинского материала. Так это они факты зафиксировали с июля 2020 года по сентябрь 2021 года. А мое видео было снято 5 октября 2021 года. Это только до. Они еще и после были. И на протяжении 8 лет до этого были. Нет, я хочу тебе сказать о том, что ты говорила, что они там уничтожали эту просрочку. Да, да. Они выливали все в унитаз, там что-то уничтожали, там измельчали наверняка. Всячески, короче. Запахи, ты говорила, ужасные стояли. Да, да. Плюс еще Камазами втихаря наверняка или в открытую, неважно. Вывозили, вывозили, вывозили. И все равно просрочка осталась, которая была принята к 191 пациенту. Это неверная информация. Это ложь. Пациентов было гораздо больше. Я тебе говорю, на данный момент у нас есть официально подтвержденная информация именно о 191 пациенте. На данный момент. Это о чем говорит? Вот примерно можно оценить масштабы, да? Если предположить, что один... Не 91, а вот еще внизу 55. Не 191. Плюс еще 55. 136 плюс 55. Сколько будет? Я же плюсовал. 180 плюс 191. Нет? 136 плюс 55. 191. Так, подожди. А там дальше еще 11 пациентов. Еще 11. В следующем ангеле. Ну, давай его тогда тоже дочитаем. Кроме того, нить Love Sun, USP какая-то, 3MP675SM, режь точка, непонятно, что номер партии. Ну, это игла указана, номер партии, метричность нити и название. Это игла, которые зашивают швы, правильно? Конечно. Это все. Имплантируемый материал. То есть, вкалывают в мясо, протягивают через мясо и выкатывают наружу, правильно? Где-то наружу, где-то внутри. Но здесь указан только нерастасывающий шовный материал. Это все проникает внутрь плоти. Конечно. Номер партии. От 11.08.16. Срок годности, который указан 30.07.2021 года, была использована в период времени с 14.09.2021 по 16.09.2021. Три дня. Бред собачий. Да? Всего три дня? Ну, посмотри, с 14.09.2021 по 16.09.2021 года. Знаешь, что меня волнует? Я не вижу количество нитей, количество иголок. Сколько в упаковке? Количество упаковок использованных, да? Количество нитей использованных, количество иголок использованных. Потому что, я предполагаю, если сопоставить, да? Я сейчас тебе расскажу. На одного пациента при тяжелейших травмах и ранениях уходит упаковка полтора. В каждой упаковке по 25-30 нитей. Вот и посчитай. А пациентов здесь указано более 200, да? Вот и посчитай, сколько коробок туда ушло. Примерно. Ну, примерно сколько? 10, 20, 30, 40, 50. Да больше сотни. Больше сотни. Я предполагаю, что количество коробок и штучно... То есть, они должны были по идее указать количество коробок в партии, да? И количество нитей и иголок в каждой коробке. То есть, ну, итоговая там... Ну, то есть, целая таблица должна быть. А ее тут нету. Ничего нету. То есть, я предполагаю, что это специально сокровение информации, чтобы каким-то образом занизить количество пациентов, на которых это все применялось. Соответственно, вот еще 11 пациентов. И получается у нас 202 пациента. Это за год они указывают. Ну, это минимальные, понимаешь, показатели. Я предполагаю, что их на самом деле как минимум в 10 раз больше. Да, как минимум в 10. Это 100%. Потому что просрочка была бешеная. Я говорю, там были все операционные забиты. Но 70 на 30 точно уже было. 70 было просрочки, 30 где-то там затеряно среди этих коробок. Смотри, что дальше пишут. Опрошенные в материалах проверки сотрудники БУ и СКТБ операционного блока номер 1. Какие именно? Кто из них? Что именно подтвердил? Вообще непонятно. Подтвердили факт того, что на пациентах использовали шовные материалы с истекшим сроком годности. Ну, это вот все признаки 238 статьи, которые выдавались старшей медицинской сестрой на букву Н. Вот именно ей выдавались. Ну, вот. Абсолютная связь с одним человеком. То есть, как минимум, одного человека должны прилечь к уголовной ответственности. Раз есть все признаки, есть события, есть состав, подтвержденный самим же полицейским, но обязаны возбудить уголовное дело. Обязаны. А они даже по 236 не видят этого состава. Ну. Так, кроме того, опрошенные пояснили. Ты знаешь, что такие опрошенные? Не знаю. На улице опрошенные? Или как? Просто слово интересное. Опрошенные. Какие опрошенные? Фамилия, имя, отчество? Кто? Должность? Кто? Ну, я не знаю. Может быть, они на улице ходили около травматологии, опрашивали. Ну, такое у меня видение ситуации данной, да? Можно вас опросить? Можно. Вы теперь опрошенные. Пояснили, что ответственной за утилизацию медицинских расходов, расходных медицинских материалов, также является старшая медицинская сестра на букву Н. Она что, сама выдавала, сама ответственна и сама... Должна была утилизировать. И, как минимум, если она не смогла утилизировать, она должна была дать это распоряжение об утилизации. Она ответственна, материально ответственна лицо. Смотри, вот с точки зрения вот даже чистой логики, не слово о должностных обязанностях, да? Изучив должностные инструкции, должностные обязанности. Согласно пункту такому-то, вот такой-то сотрудницы вменяется в обязанности то-то, то-то. Нет вот такого вообще. Ну, я же тебе говорю, это какая-то... Я им написала, что это какая-то Филькина грамота. Съездил в Болгарию, было прекрасно, тепло и весело. Все. Понимаешь, как расследование происходит? И еще немаловажный факт. Ни слова, ни о заместителе отделения, ни о руководителе отделения, да, вот это номер один, что там у вас, блок, да, персональный блок, у вас наверняка там есть руководитель этого отделения. Вот она, на букву Н. Это она есть. Она и есть. А, старшая медицинская сестра. Отлично. Над ней стоит начальник. Главная сестра больницы. Отлично. Над ней стоит начальник. Кто он? Главврач? Главврач. Главврач? Ни слова о главвраче. А главврач сказал, а я тут ни при чем. Все отвечают, каждый отвечает за свое отделение. Да что ты говоришь. Все, что происходит в больнице, за все отвечает в первую очередь главврач. А за все бездействия и действия главврача в первую очередь отвечает кто, кто его назначил. А мы с тобой это обсуждали в самом начале. Кроме того, к материалу проверки заявителям Губановой был приобщен CDR-диск, на котором имеется видеозапись, сделанная Губановой в операционном блоке номер один. Не указывается ни лист дела, ни объем, ни название файла. Ничего. Погода была прекрасна. Осмотрев видеозапись, ни названия, ни продолжительности, ничего нет. На представленном Губановой ОЛ-CDR-диске был установлен факт наличия в операционной блоке номер один в диске материал с иссякшим сроком годности. По идее должно быть написано, что подтверждает акт осмотра там. Протокол осмотра вещественного доказательства в виде CDR-диска должен быть. Ни ссылки на него, ни описания вообще такого, как будто протокола и не было. Я уверен, что в материалах даже дела и рядом нет. Я пришла к следователю Пахилько, он вот так вот диск отрывает от листочка с бумагой и говорит, Олесь, тебе денег не жалко вот диски записывать? Я говорю, а если бы не было диска, на меня вообще никто внимания обратил. То есть, он меня склонял к тому, что не трать деньги на эти диски, они совершенно бесполезны, а я считаю наоборот, что эти диски записаны в операционной непосредственно, они подлинные и там на них указан состав преступления, о котором я заявляю. Я тебе просто поясняю, с того уровня знаний, который у меня есть, а он у меня минимальный, что они должны сделать с CD-диском? Во-первых, они должны, это является вещественным материальным доказательством, они должны исследовать, составить протокол исследования доказательства именно CD-диска. То есть, сделать письменную транскрибацию, исследовать, написать файл, размер такой-то, закодирован так-то, разрешение такое-то, просматриваться на таком-то компьютере в такое-то время, присутствует таких протокол, я тебе просто подожди, это важно в тот же момент, составляется протокол и делается транскрибация, то есть, кто, когда, что сказал, на какой минуте, и что происходит на видео. Вот это все труды. Плюс еще нужно сделать экспертизу и установить, действительно ли эта запись произведена в то время, когда, допустим, ты утверждаешь или там на видео сказано, плюс еще экспертиза голосовая, экспертиза того, что это место съемки соответствует заявленному. Это все труды, понимаешь, колоссальные. И они, чтобы вот это все не делать, а вот это, что они пишут. Был установлен факт наличия медицинских материалов с исчезавшим сроком годности. Все, одним предложением отделался. Шикарно? Так, «Съездил в Болгарию» называется. Так, «Объективной стороной состава преступления частью 1 статьи 236 УК РФ, включая в себя, опять это дисбаланс в русском языке какой-то, объективной стороной состава преступления, включая в себя нарушение санитарно-эпидемиологических правил, точка запятой, наступление массового заболевания или отравления людей, точка запятой, причинную связь между санитарными правонарушениями и наступающими последствиями». Это он разъясняет, как звучит 236-я статья, часть первая. Нет, здесь он совершает, по моему мнению, здесь присутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Давай посмотрим. Объективная сторона состава. Потому что в 236-й есть еще одна фраза, которую он здесь не написал. либо создающая угрозу таких последствий. Понимаешь? Вот здесь этой фразы нет. Я ее не вижу здесь. Он либо ее исключил, либо я что-то неправильно понимаю. Сейчас найдем. Да вообще я не знаю, как так можно работать. Как так можно работать? Вот мы люди, я вообще юридически неподкованная. Для меня это постановление и постановление. Я обрадовалась тому, что наконец-то нашли они этот просроченный шелный материал. Хотя бы они это прописали. А вот в эти все слова, да, я даже не придала им значения. Хотя это очень важные слова, да? И в них заключается какой-то смысл. Это очень важный момент. Это тут мы с тобой его ловим на это, на совершение преступления. Предусмотрена уголовная ответственность за совершение деяний, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравлению людей, либо создавших угрозу на вступление таких последствий. Объектом данного состава преступления является здоровье населения. Давай, смотри, начнем с чего. Откроем уголовный кодекс Российской Федерации на Консультанте Плюс. Да, вот, читаем, смотри. Часть первая. Вот именно то, насчет чего они проверяли проверку. Не 238-я, а именно 236-я. И то, смотри, вот тут четко сказано. Часть первая. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей. Ну, тут понятно. Массово как бы не зафиксировано. Отравление... А кто проверял-то массово? А сколько людей ушли... Ну, подожди. Сейчас говорим вот именно в ключе конкретного постановления. На данный момент у нас таких сведений нет. Правильно? Ну, я не дочитал эту часть. Читаем дальше. Либо создавшее угрозу наступления таких последствий. Вот ты как считаешь? Шовный материал, который использовался на 202 пациентах, доказанный полицией Горда Сругут, создавал угрозу наступления? Ну, стопроцентную. Сто процентную создавал угрозу. Потому что неизвестно было, как поведет себя этот шовный материал, имплантируемый в ткани, дальше, в дальнейшем. А он ввел себя не очень-то и хорошо. А теперь оцени, как он хитро подошел к этой статье. Он ее не цитирует. Он цитирует объективную сторону. А вот теперь давай найдем объективную сторону, как это. Антон, знаешь, что мне надо? Чтоб ты мне на завтра накидал вопросы. Если у тебя будет время. Я не умею. Только я импровизирую всегда. Ну, я... А мне надо с ним разговаривать завтра. Понимаешь? Ничего, я тебя поддержу. Он меня увидит, он будет молчать. Ты не видела, как сегодня со мной эти судебные приставы разговаривают? Ну, мне хочется тоже полчаса. Вообще! Вообще никак! Вообще! Ну, понятно. Мне-то хочется поучаствовать. Мне хочется ему задать вопросы дельные по этому делу. Они же меня заморочили голову. Я же тебе еще раз говорю. Я настолько юридически, оказывается, ничего не знаю. Они мной манипулируют, как хотят. И это им во благо. От того, что я не знаю этого всего. Потому что я обычный обыватель, да? Который вот в этой ситуации оказался. Но я не готовилась к юридическим каким-то основам. У меня другая работа и другая задача. Ну, невольно я должна стать теперь уже юридически подкованным человеком. Потому что я окунулась в весь этот беспредел. Так, читаем комментарий к 236-й статье. Так. Объектом преступления, предусмотренного данной статьей, является здоровье населения. Здоровье населения было под угрозой? Было. Так. Часть первая комментируемая статья предусматривает уголовное ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ну, в правилах я уверен, что написано, что просроченными материалами нельзя пользоваться. Так. И четвертое. Объективная сторона данного преступления состоит в действиях, сколько, бездействии, которыми нарушаются санитарно-эпидемиологические правила. В результате чего, по неосторожности, могут произойти массовые заболевания, отравления, либо смерть людей. Об этом он не пишет. Он умалчивает умышленно. То есть, я считаю, он законно-творчеством занимается с целью избавить от ответственности. Ну, я бы даже сказала, что он является пособником. В том числе. Можно сказать, соучастником. Да, да. Исходя из всего изложенного в его постановлении, если разобрать его по транскрипции, как так сказать. Вот мы с тобой, не имея юридическое образование, можем легко и просто на эту тему рассуждать и предполагать. А вот нам нужна оценка именно юриста, либо адвоката, которые имеют юридическое образование. И вот они, кстати, не имеют права давать, как говорится, оценочное осуждение и высказывать личное мнение. Они могут за это поплатиться. Поэтому нам нужен юрист и эксперт, который однозначно скажет, что вот этот абзац не соответствует законодательству и был видоизменен. Тогда по этому признаку... Ну, я вот конкретно вижу вот в этом абзаце признаки состава преступления. Служебный подлог и превышение должных полномочий. Кто ему дал право изменять законодательство? Тем более, что он, смотри, как хитро делает. Я даже предполагаю, что они знали, что ты мне это постановление покажешь. Потому что я уже такие постановления разбирал в отношении Кондрашова, начальника отдела полиции. И мне Кондрашов именно указал... Привел цитату из закона и видоизменил ее в свою пользу. А здесь мы видим, что цитируется не сама статья, не часть статьи из Уголовного кодекса. А именно комментарии к статье. То есть, объективную сторону он указывает. Хитрец. Хитрец. Вообще хитрец. Давай еще раз почитаем. Объективной стороной состава преступления включает в себя нарушение санитарных и психологических правил наступление массового заболевания или отравление людей. Точка запятой – причинную связь между санитарными правонарушениями и наступившими последствиями. А это к чему относится? Причинную связь между санитарным правонарушениями и наступившими последствиями. Вот эту фразу, откуда он взял ее и к чему на одной из ее, вообще не ясно. По идее, тут должна быть и возможность возникновения таких последствий. То есть, в законе в Уголовном кодексе прямо сказано. Либо создающий угрозу. Ну да. Жизнь, здоровье человека. Да, он об этом не пишет, умалчивает. Субъективной стороной состава преступления характеризуется виной в форме неосторожности, в виде легкомыслия, либо непрежного отношения к массовому заболеванию и отравлению людей. Опять же, уход в сторону. Там четко сказано действие, либо бездействие. Здесь я этого не вижу. Вот только легкомыслие, понимаешь? Легкомыслие. Неостороженность и легкомыслие. Вот это мне больше... Признаки, усматриваются признаки административного правонарушения. Смотри, именно легкомыслие, либо небрежное отношение к массовому заболеванию или отравлению людей. То есть, если где-то кто-то там, где-то, не знаю, в Африке траванулся, либо еще что-то, и ты легкомысленно к этому относишься, это получается. Я вообще в шоке. Ну, как так можно писать? Вот представляешь, что тебе вот это вот втюхивает, пытается втюхать вот эту штуку. И при этом он ни слова не пишет об угрозе возникновения или о возможности таких последствий. Ну, ужас. Ну, я же тебе говорю, что здесь только уже все. Тут надо с юристами и с грамотными людьми ходить к ним, понимаешь, и задавать вопросы. Читаем дальше. Опрошенные сотрудники БУ с КТБ операционного блока номер один. Опять непонятно кто, когда, при каких условиях пояснили, что в настоящее время в операционном блоке номер один просроченные расходные материалы отсутствуют. Пояснили, да? Пояснили. Ни объяснение, ни лист дела, ничего не указано. В настоящее время. Какое настоящее время? На какой период? Что за настоящее время? После Рождества Христова или какое? Век, ни век, ни год, ничего не указано. Или нужно отталкиваться от даты вынесения постановления? Вообще ничего. Вот когда он выносил, тогда они понеснили, что ли? Ничего не помню. Неясно вообще, что он пишет вообще. Просроченный расход материала отсутствует. Кроме того, все инструменты в операционном блоке, какие инструменты? Медицинские, пассатижи, молоток, пила, письменные инструменты. Какие инструменты? Обрабатываются и стерилизуются согласно нормативным документам. Какими именно? От какого числа? А кем утвержденными? Где ведомость обработки? Должен быть какой-то журнал учета обработки. Правильно? Стерилизация. Ну, конечно. Где это все? Я не вижу этого ничего вообще. Все делается правильно. Серьезно? Я же говорю, погода в Болгарии была исключительно правильная, хорошая и теплая. Все было правильно, дабы исключить массовые заражения граждан различными болезнями. Я подразумеваю, знаешь, что они хотели сказать? Вот Губанова же добивалась, она же говорила, что была просрочка. Фиг с ней, мы сейчас скажем, да, была просрочка. Ну, а ее цель-то какая была? Чтобы навести порядки в операционном блоке, да, и пациентов начали лечить материалами медицинскими, которые соответствуют нормативным требованиям, да, и санэпидрежиму. Вот молодец Губанова. Вот видишь, вот теперь на данный момент вот это все есть. Я вот это так вот, понимаешь, расцениваю. Вот на тебе Губанова. Ты же хотела, нашли тебе просрочку. Ты хотела, чтобы работали хорошо и хорошо. На тебе. Вот. Ты удовлетворена этим? Нет, не удовлетворена. Я так скажу. А меня вот совершенно не удовлетворяет то, что как минимум 202 пациента ушло из больницы с зашитыми просроченными шовными материалами? Как минимум 202 пациента. Они ушли, и что с ними случилось, никто не знает. Может, они заболели? А многие не ушли. А? А многие не ушли. А что с ними случилось? Увезли. Куда? Ну, летальные исходы тоже были. А кто констатировал? Так, если в списке установлены 202 человека, их сейчас всех надо пофамильно проверять. Ну, я так поняла, что они смотрели «Историю болезни», но они же ничего не смотрели. Нет, они смотрели журнал учета просрочки контроля. И кому применен он был, да? Ну, по идее, там должны быть фамилии, пофамильно указать. Да, да. Какое отделение, какая койка, какая фамилия, какой шовный материал. Что с этим? Какой исход был у пациента? В каком количестве? Нет, этого достаточно. Мне кажется. Я не знаю, как у вас там история. А нет. А дальше должна быть взаимосвязь между тем, в каком состоянии пациент вообще после момента применения этого шовного просроченного материала и до момента выписки, я не знаю, до текущего момента, что с ним, как его состояние. Были ли воспаления, были ли менгиты, я не знаю, летальные исходы. Это все можно исследовать и проверять. И сколько раз вы убрали на чистку после этого? И в течение года обращался ли он за помощью по этому поводу? Потому что весь имплантируемый материал, он еще является как внутрибольничной инфекцией в течение года по СанПИНу. 36, 3, 36, 86, 21. И вот через эти связи как раз таки и можно выйти на 238 статью. Материалом проверки установлен факт того, что старшей медицинской сестрой, а видишь, материалом проверки, не опросом там, ничем. Вот лежит материал проверки и вот именно им установлен факт. Ни лист дела, ни номер документа, ничего не указано. Не были предприняты такой-то медицинской сестрой, не были предприняты все зависящие от нее меры по соблюдению правил и санитарных норм. Ну так это все признаки, опять же, преступления и 236, и 238. Однако факт наступления общественно опасного последствия в виде массового заболевания и отравления людей материалом проверки установлен не был. А про угрозы опять ни слова. Ну хорошо, установлен не был. А как вы его установили? А никак. Как? Вот не был и все. Ну понятно. Ничего не делали, ничего не установили, ничего не было обнаружено, все. Ну он захотел написал слово не, да? Предлог. Ну не был установлен. Никто ничего не делал. Я тебе поясняю. Вот тут написано. Судя, вот если бы кто-то что-то делал, тут бы написано. Были опрошены те-то, те-то, там исследованы какие-то документы, опрошены такие-то пациенты. В результате чего, согласно проверке, ставлен протоколы, комиссия образована. Комиссия пришла к выводу, что никакой взаимосвязи не было. А тут просто написано. Ничего не было. Так. Ну, понятно, да? И ни слова об угрозе. Еще раз обращаю внимание. Ни слова о возможных последствиях заболевания. Ни слова. Таким образом, в действиях старшей медицинской сестры операционного блока номер 1 на букву Н усматриваются признаки административного правонарушения по статье 6.28 КАП РФ. То есть, нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий. Ну-ка, а что там за наказание 6.28? Да штраф какой-нибудь в 2000 рублей. Так, административный штраф награжден в размере от 2000 до 4000 рублей. На должностных лиц от 5000 до 10 тысяч. О, Боже. Ну, вот. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей. На должностных лиц от 5000 до 10 тысяч. И на юрлиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. То есть, ну, максимум, что это медсестре грозит, это вот 10 тысяч рублей. Номана? 202 пациента ушло с зашитой просрочкой, и это стоит всего лишь 10 тысяч рублей. Это в теории, еще раз читаем внимательно, усматриваются признаки. Вот к чему подходим, да? Усматриваются признаки. Кем усматриваются, как усматриваются. Должен был быть составлен рапорт. Должен быть выделен отдельный материал административного производства. Должен был составлен протокол. Вызванные там, это... Ну, вина лица должна быть устанавливана, там, доказательства собранные, там, ну, расследование должно производиться, по сути, по этой статье, чтобы доказать-то. А ничего этого нет. Усматриваются признаки, и все. Точка. То есть, я так понял, административку они даже не возбудили. Это ужас. Они протокол по административке не совершили. Они даже... То есть, вот эти 202 пациента, зашитые просрочкой, они ушли бесплатно. За это никто не заплатил. Ни копейки. Ни секундой срока. Ничем. Ни ответственностью, ни должностью. Вообще ничем. Никто не доказан. Никак. Ничем. Ни за что. Принимая во внимание, вышеизложенного, учитывая, что в собранном материале доследственной проверки отсутствует объективная сторона преступления, да что ты говоришь? И вообще, опять же, видишь, ни слова про угрозу. В связи с чем отсутствует состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 236 УК РФ и руководство из статьями 144-45, 148 УПК РФ, на основании пункта части 1 статьи 24 УПК, это отсутствие состава преступления. То есть, он все уже однозначно подвел, что состава нету. Я категорически с этим не согласна. Ну, читаем дальше, смотри. Ну, это однозначно просто шедевр, а не постановление. Я таких еще не видел. Читаем последнее заключительное. Что тут вот он, в общем, постановил. Первое. Возбуждение уголовного дела отказать на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствие события преступления. Слушай, я это пропустил. То есть, он не то, что состав, он даже события не усмотрел, понимаешь? Не было такого. Ни больницы не было, то есть, ни места, ни времени, ни даты, ни просрочки, ничего не было. Хотя он сам написал, 202 пациента ушли зашитой просрочкой, а события такого не было. На бумаге было, а по факту события не было. Понимаешь, что он пишет? То есть, предусмотренного частью 1 статьи 236 УПК РФ, все, ничего не было. И пункт 2. О принятом решении введомить заинтересованных лиц, разъяснив порядок его обжалования. Это то есть меня, да? Точка. Нет. Заинтересованных лиц. То есть, они должны были ознакомить тебя, всех, кто там по обвинению проходит, кто опрашивался. Но они же вот эту старшую медсестру, они даже не опрашивали. Я не видел эти вот следы. То есть, они вообще даже с ней не разговаривали. Понимаешь? Ну, на следующий день я же тебе выслала там, прокуратура мне прислала ответы. Да, мне не важно, что там написано. Я вот по этому документу вижу, что они даже вот главную подозреваемую не опросили, не разговаривали с ней. Ни один документ в ее отношении не исследовали. Ничего не сделали. И вот они пишут, разъясни порядок его обжалования. Где ты тут видишь порядок обжалования? Я не вижу. Куда я должна обратиться? Прокуратуру? Суд? Куда? Я не увидела тоже этого. Нет. Это не только там должно быть написано порядок. То есть, какие сроки и куда ты можешь подать. Что именно? Жалобы там, иски и так далее. Это все должно быть тут написано. Но этого здесь нет абсолютно. То есть, тебе даже закрывает возможность обжаловать данное постановление. Скрывает тебе информацию. А они обязаны. То есть, есть статья, не помню, какая в УПК написана. Там УПК закон, федеральный закон, уголовно-процессуальный кодекс, он обязывает дознавателей разъяснять порядок обжалования. Он этого не сделал. Он уже нарушил закон. Вот одним только этим пунктом. Похилько. Но, мне кажется, они выделили сотрудника, которого им не жалко. А, смотри, он действительно следователь? Да. Я думал, дознаватель. Я же тебе говорю, следователь, младший лейтенант следственного управления УВД. Правильно? Младший лейтенант юстиции. Да. А фото его есть? У меня нет его фото. Вот плохо. Надо было, когда я его видела, фоткать его. Так а что, куда-то он спрячется? Его на таких надо показывать. Чтобы каждый, кто его видит по городу, подходил к нему и здоровался. Ну, хорошо, Антон. Вот мы с тобой разобрались сейчас по пунктам. Вывод. Вывод? Что? Здесь... Я в шоке. Я сейчас чуть не закурил обратно. Четыре месяца не курил. Я схожу по кухне. Меня нервы сдают. Я сейчас, наверное, закурю уже. Поеду я трюк кумира куплю сейчас себе. Вообще жесть. Нет. Я все, конечно, понимаю. Одно дело, когда в отношении меня одного и моего окружения, что якобы я какой-то сектантом. Типа организаторы какого-то экстремистского сообщества. Ничего не нашли. Ну, покошмарили. Ну, допустим, я один. Вокруг меня еще люди несколько пострадало. Человек 10-20. Но когда страдает весь город, весь регион, тысячи людей. И вот такую фигню пишут. Я вообще в шоке. Короче, Антон. Я категорически не согласна с этим постановлением. Я его буду обжаловать. Несмотря на то, что они, нарушив даже здесь мои права, они не объяснили, где я могу его обжаловать. В какие сроки, когда, кем. Я его буду обжаловать. Ну, у меня нет слов. Они же сволочи из суды покупают. Ты в курсе? Да пофиг. Нам главное осветить. Понимаешь? Они единственное, что боятся, это освещение. Когда общественный резонанс пойдет. Когда каждый будет плевать в их сторону. Меня входит. Детей моих не убили. Меня-то ладно. Судебный порядок, рассмотрение, жалоб. Я же тебе говорю, тебя больше уже никто не тронет. И что? А, судебный порядок, рассмотрение, жалоб. То есть, вот этого постановления. Правильно? Да, да. 124-й на единичку меньше. Это ты прокурору обжалуешь. Он как надзирающий орган. Рассматривает, отменяет. Ну, я тебе говорю, заранее, что будет. Он тебе пришлет отписку, что ваша жалоба по УПК 124 не подлежит рассмотрению, потому что постановление уже было отменено день назад прокурором. Так, Антон, смотри. Я отправлю на доследование. А вот в моем-то ведь положении они же твари этим воспользовались. Они же сколько вывезли всего, понимаешь? Они же вывезли. Они им дали умышленно все это вывезти. То есть, людей пострадало. Ну, хотя бы вот пусть там вот эта вот фикция 200 умножь на 8. Если все видели это, почему никто на видео не заснял, как это все вывозили? А потому что соучастники. Потому что выбирались те люди, которые были приближенные. В нашу смену никто не вывозил. Все соучастники, больше половины блока соучастников, понимаешь? Мимо всех, что ли, это прошло? Это происходило в ночные смены, когда они дежурили. А дежурили они с определенными людьми. Они подставляли того или иного человека к себе в смену. Кто-то уходил внезапно на больничный, а кто-то к ним приходил в эту смену. Ты понимаешь, какая это? Потом старшая начала уходить на больничный, когда я их улечила в подделке документов. Она сидела в архиве. Старшая пришла с больничного. Ее и ушла на больничный. Им туда таскали халаты. То есть, понимаешь, фальсификация, подделка прям капитальная документа. И об этом все знают. Документов, скрытие следов преступления. Причем это надо обменять не одной старшей сестре, а группы лиц, которые способствовали сокрытию всего этого преступления. Не могла одна заведующая одним отделением всей просрочкой во всей больнице. А еще у меня такой вопрос на завтра назревающий. Я уже этот вопрос везде прописывала и в ходатайстах, и везде. Как были произведены закупки государственных бюджетом учреждений с 2014 по 2019 год? Они мне никто не могут дать до сих пор этого ответа. Потому что, по нашим данным, по независимым расследованиям, все госзакупки не осуществлялись с 2014 по 2019 год. Поэтому они нам не могут дать ответ. Хорошо, не осуществлялись. Деятельность больницы не прекращала. Работала в потоке. Знаешь что? По идее, вот это все проверяет счетная палата. Что за счетная палата? Поясняю. За расходованием всех бюджетных средств, допустим, всякие общественные организации, бюджетные учреждения, им выделяются бабки. На целевое расходование. Допустим, на приобретение медицинских аппаратов, шовных материалов, контрактов, еще что-то. Те же общественные организации, им, допустим, на организацию праздника. Ну, понятно. Бизнесвеном гранты на открытие завода стекольного. И определенные условия прописываются, что на выходе должно будет получиться конкретный результат. Закупка шовного материала, организация праздника, не меньше 300 человек. И стеколопакеты в количестве какого-то штук, какие-то размеры. Все. Если вдруг и отдается определенный срок, определенные деньги. После течения этого срока, если цель не достигнута и деньги потрачены куда-либо в другое русло, допустим, я не знаю, вместо стекол он решил какие-то табуретки выпускать. Или вместо праздника купили какую-то машину, мотоцикл. Ну, я поняла суть. И вместо шовного материала купили какую-то построчку. Или куда-то дели, короче. Вот еще приходит счетная палата и начинает, там прилетает с Москвы примерно 10-20 человек. И они поднимают всю документацию. А где? Это как аудит? Аудит. Именно аудит. Ну, я задавала вопрос по аудиторскую проверку. Мне сказали, что это проводится платно все. Нет. Ты что? Это ж бюджетное учреждение. А как это организовать? Бюджет. Государственный бюджет. Это не аудиторская проверка. Аудиторская проверка делается в плане соответствия законодательству. Где без кредита? А счетная палата конкретно определяет, куда, на что были потрачены деньги. Вплоть до копейки. Понимаешь? Главный косяк проверки счетной палаты, это то, что средства были не расходлены... Не по целевому назначению. У нас большая работа. Короче говоря, завтра ты приедешь к пяти? Что, вопросы ты мне не накидаешь, если что, там поможет. Но мне хочется ему задавать, потому что я уже с ним-то взаимодействую с сентября месяца 21 года. Ты видела, как он бегал от меня? Ну, вот завтра мы... Ты в качестве кого туда? Я же тебе говорю, журналист. Ну, то есть, без проблем. Да что, а какие проблемы? Я, если... Скажу, я пригласила. Журналист не проканает. Вон у меня этот, председатель профсоюза общественного контроля. А если я скажу правозащитник мой? А он скажет доверенность. Скажет предъявитель, да? А, доверенность. Я ему доверяю. Ты можешь вообще сказать, мой сопровождающий. Я себя плохо чувствую. Ну, да. Я сопровождающий. А скажут, ну, идите на больничный. В смысле больничный? Встреча и встреча. Все. Общественно важный вопрос. Не я к вам пришла на встречу, а вы ко мне. Ты поменьше там болтай. Я знаю, что говорить. У меня, знаешь, сколько это... Ну, я-то хочу свои еще вопросы задать. По проверкам. Я в плане того, что как зайти, как представить. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»